За всю историю школы ею руководили пять директоров. Дольше всех на этой должности проработал Геннадий Петрович Перинский, который принял учреждение в 1985 году. По его словам, обстановка в сельской школе тогда была непростой. Однако ряд решений привел к тому, что вместе с аттестатом о среднем образовании ученики получали и так называемый аттестат зрелости. Мы создали здесь при школе учебно-производственный комбинат и вместе с аттестатом о среднем образовании ученики выдавали удостоверение профессии какой-то парикмахера, швея и кондитера. Вот это я хорошо помню. Однако времена, как и образовательные стандарты, год от года менялись. Оставалась неизменной лишь главная задача Измайловской школы, которую теперь решает новый директор Елена Камьянова. Несмотря на то, что школе 40 лет, цель и задача у всех одна – воспитать достойного гражданина нашей страны, чтобы каждый ученик мог с гордостью сказать «Я ученик Измайловской школы». Ученики школы подготовили концерт, в котором ребята отразили основные моменты ее истории. Участие в нем также приняли бывшие преподаватели и выпускники прошлых лет. Будем помнить мы всегда ваше тепло, что нас грело в жизни. Берегу. В школе обучается около 300 детей. На базе учреждения располагается и дошкольное отделение, откуда дети идут в первый класс уже в родную школу. Ребятам здесь нравится. Мы любим свою школу! Я очень люблю здешних учителей. Они очень добрые, отзывчивые. Я уходила на два года в московскую школу, и там я не смогла долго проучиться. Мне там не понравились учителя. Я вернулась к своим одноклассникам, к своим учителям. В школе учатся много спортсменов. Так, некоторые ученицы являются воспитанницами баскетбольного клуба «Спарта-НК». А последние соревнования по волейболу завершились для школьников более чем удачно. Они выиграли первенство среди девушек и юношей. В основном у нас очень много игр ездит, вся школа. И очень хорошая наша школа, очень много побед у нас. Юбилей школы в своих стенах собрал ее прошлое и настоящее. Бывшие педагоги и выпускники рассказали учащимся о своей школьной жизни и пожелали дальнейшего процветания и развития учебному заведению. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.